Путин, введи войска. Часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, ответь для себя. Готов ли ты наблюдать за этой войной, не глядя в монитор, а своими глазами, сидя в окопе? Думаешь, до этого не дойдет? Ты ошибаешься. Спровоцировать ввод российских войск на Украину – это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Одна из целей США – списать крах экономики Украины на Россию. Давайте будем реалистами. Украину не возьмут в состав Евросоюза, а кредиты МВФ не помогут экономике восстановиться. Но как только на Украину войдет наша армия, Россию можно будет обвинить во всех бедах украинского народа. Ведь это из-за России перестали платить пенсии и пособия. Из-за России разрушена вся промышленность. Эта Россия забрала украинцев их европейскую мечту. Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска. Но как это будет выглядеть для мирового сообщества? А вот как. Россия вводит войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит. А то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом. Агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора? Даже если мы просто введем бесполетную зону над юго-востоком Украины, американцы и НАТО могут ввести бесполетную зону уже для наших самолетов и ракет. Что если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к Ла-Маншу? Начать войну со всей Европой и Штатами? Плюс Канадой и Австралией? Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война. Массовое банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг. Это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулится. ВПК и экономика штатов получат новые заказы со всего мира. Это их шанс избежать неминуемое банкротство. России эта война не нужна. Оттягивание конфликта настолько укрепляет. Но в Донбассе гибнут люди. И руководство России оказывается перед выбором. Плохое решение или очень плохое. Погибнут сотни или погибнут сотни тысяч, а то и миллионы. Это страшный выбор. Но такова реальная геополитика. И когда ты в очередной раз заявляешь, что Путин слил юго-восток, задумайся, к чему ты толкаешь свою страну. Если ты не готов с оружием в руках защищать интересы своей страны, хотя бы не нагнетая истерию, в геополитике нет места эмоциям.